В этой квартире на 21 этаже давно уже можно было бы жить, но Сергей Смирнов смотрит на заветные окна снизу. Здесь уже давно не было строителей, однако Сергей верит, ситуация все же сдвинется с мертвой точки. Я очень надеюсь, что действительно этот жилмассив будет достроен и все дольщики сюда въедут, а их порядка почти полторы тысячи. Стройка микрорайона Закаменский окончательно остановилась этим летом. Сначала остановку работ списывали на временные трудности, но затем из-за финансовых проблем строительная фирма и вовсе заморозила стройку. На владельцев компании заведено уголовное дело. Завершить строительство готова помочь мэрия. С обманутыми дольщиками встретился Владимир Знатков. Если мы будем рассуждать о том, получится, не получится, точно не получится. Это не первые дома в городе Новосибирске, к сожалению, которые по тем или иным причинам попадают в эту ситуацию. И вы не первые люди, которые в этой ситуации находитесь. В этом году власти будут помогать достраивать 12 таких многоэтажек, в их числе и дома Закаменского микрорайона. Мэрия города Новосибирска берет на себя, скажем так, бремя ответственности в части оплаты технологического подключения всех коммуникаций, которые есть по площадке. Мы берем на себя в рамках 108-го областного закона выделения земельных участков организации, которая будет завершать строительство. Сегодня Закаменский микрорайон – это шесть домов разной степени готовности. В одном уже начали отделку квартир, другому оставалось пара месяцев до сдачи, когда работы остановились. Еще один пока и вовсе на стадии проектирования. Но все квартиры здесь уже проданы. И сейчас один из лучших вариантов для хозяев этого жилья – создать ЖСК. Если сейчас не будет противодействия со стороны отдельных недобросовестных дольщиков в данной ситуации, все согласятся со схемой, то порядок будет примерно следующий. То есть в течение года сдадутся какие-то первые дома и в течение последующего сдадутся все остальные. Возможно, для того, чтобы переехать сюда дольщикам, понадобится дополнительно вкладываться в строительство. Это станет ясно примерно через месяц, когда проведут аудит и составят окончательный календарный план решения проблем. Мария Черешнева, Данил Смирнов и Алексей Андробаев. Новосибирские новости.